Наша коробка страдает. А вы что хотели? Живое существо, как никак? Ей больно! Музыка Ну что же, всем привет, дорогие друзья! Я спамил лоу ложка, и добро пожаловаться на рубрику, которая реально уже несколько месяцев живет благодаря вашим лайкам и подпискам. Ребят, спасибо огромное за то, что ставите лайки, потому что это большая мотивация. Дальше больше. И сегодня я расскажу о моде, который называется Tardis. Он добавляет Тардис ключ, и что же это такое? А может быть правильнее будет спросить, кто это такая? Если вы смотрели сериал Доктор Кто, то наверняка знаете, то что Тардис это живое существо, скрывающееся под видом полицейской будки. Давайте прямо сейчас мы её призовём, нажимаем правой кнопкой мыши ключом. Происходит крутая анимация, появляются крутые звуки, и перед нами ящик полицейский. Что мы можем сделать? Нажать правой кнопкой мыши? По сути да, но ничего не происходит, потому что надо найти дверь. Это на самом деле на кое-что влияет, но об этом чуть-чуть попозже. Находим дверь, нажимаем правой кнопкой мыши, и появляемся то ли на какой-то космической станции, то ли в какой-то суперукрашенной комнате. Это не особо важно, потому что прямо сейчас я расскажу. Тардис это безграничные возможности, это огромное пространство. Не обращайте внимания на вот такую маленькую комнату. Дело в том, что с помощью Тардис мы действительно можем делать просто пипец, какие громадные пространства, плюс телепортироваться, плюс перемещаться по вселенной, будет правильнее, наверное, сказать реально по вселенной, по галактике, и именно этим мы прямо сейчас займемся. Смотрите, когда мы только-только заходим, мы проходим чуть-чуть вперед и натыкаемся на блок управления. Он на самом деле со всех сторон разный, я сейчас обо всем этом, конечно же, расскажу, но самый первый блок, то есть ближе всего к двери, нам дает отвертку. Мы ее должны обязательно взять, потому что без нее, в принципе, ничего тут не изучается и ничего не происходит. Берем, она появляется у нас в руке, и первый режим это синий. Сразу скажу, синий режим это для тех людей, которые играют с другими модами на трубы, на всякие разные провода и так далее. То есть смотрите, мы подходим, нажимаем по кружочку, это что-то типа иллюминатора, пусть будет так, и сюда мы уже можем впихать провода, трубы и так далее. Далее мы можем все это передавать в реальный мир. Вот как-то так это работает, правда, опять же, у меня нету труб, у меня нет проводов, следовательно, рассказать я просто не могу. Прямо сейчас отвертка синяя. Мы нажимаем правую кнопку мыши, она становится желтой. И с помощью желтой отвертки мы можем создавать другие комнаты, но это надо сконфигурировать. Переходим на противоположную сторону блока управления, здесь у нас еще один оттек для отвертки, пихаем. А теперь можно подумать, какую же комнату создать. А хотя подождите, а может быть действительно просто огромную комнату, да и ничего больше? Листаем с помощью первой кнопки, находим надпись комнаты, здесь можно выбрать, в принципе, какую именно мы хотим создать, например, библиотека. Или просто громадный склад. О, подходит, забираем. Просто подходим к любой стороне нашего Тардиса, кликаем правой кнопкой мыши, тадам, появляется тот самый огромный склад, огромная коробка. Тут мы можем сделать, например, ферму пшеницы, ферму морковки и так далее. Но я хочу продолжить Тардис, то есть я хочу сделать так, чтобы у нас было много разветвлений, много комнат и так далее. Мы снова пихаем сюда отвертку, например, выбираем коридор лифт, то есть лифт, почему бы и нет? Снова забираем, бежим чуть дальше вот этого огромного склада, проходим направо и видим то, что здесь можно создать еще комнату. Тадам! Появляется лифт. Ой, я его, кстати, сделал так, чтобы он шел вниз, можно было настроить, чтобы он шел вверх, но допустим. Смотрите, если мы попытаемся туда спрыгнуть, у нас ничего не получается, потому что надо нажать Shift, и только тогда мы будем постепенно скатываться, хотя нет, парить. Если мы сейчас встанем на этот блок, а потом нажмем пробел, то мы будем подниматься. Все просто. Но вдруг нам не понравилась эта постройка, то есть нам очень-очень расхотелось иметь здесь лифт, или мы наоборот сделали его неправильным. Как его убрать? Да просто. Мы находим вот такой блок, это что-то типа QR-кода, почему бы и нет. Выбираем на нашей отвертке красный режим, нажимаем Shift, правая кнопка мыши, у нас тут спрашивают, да, хотите ли вы это сделать? Вы точно хотите это сделать? Мы снова нажимаем правую кнопку мыши плюс Shift, и в итоге у нас все убирается. Мы убрали комнату, наш большой склад остался, а лифта больше нет. Круто, можно сделать даже ферму злых мобов, но как вы знаете, злым мобам нужна тьма. Но мы можем это легко устроить. Подходим к заднему блоку управления, здесь есть вот такая, ну что-то типа угловая кнопка, на нее кликаем, тадам, ночь на улице, снова кликаем, у нас день. На самом деле, если мы прямо сейчас поставим ночь, а потом выйдем из Тардис, у нас будет ночь. Если мы сделаем день, то у нас будет день, в принципе, логично, да? Окей, а теперь пора рассказать о кнопках. Это самое интересное, и в принципе, как же путешествовать. У нас, у Тардиса, есть уровни, их можно посмотреть вот в этом первом блоке управления. Все эти радары, все эти датчики показывают уровень, скорость, энергию Тардис. Можно также узнать, какая защита у Тардис, потому что, представляете, здесь все это может поломаться. Я об этом, опять же, расскажу чуть-чуть попозже. Но, тем не менее, нас все еще интересует, как перемещаться в пространстве. Для этого нам нужен правый, задний и левый блок управления. Правый отвечает за Х-координату, самый задний отвечает за Y-координату и за мир, в который мы телепортируемся. Например, Эндер мир, или же Ад, или обычный мир, или даже миры из других модов. О, вот это интересно. Так, перейдем теперь к левому блоку. Здесь у нас Z-координата, все это настраивается. Для начала нам надо понять, насколько далеко мы хотим переместиться. На 10 блоков, на 100, на 100 тысяч, или на 10 миллионов. Почему бы и нет? Есть и такие люди, которые хотят далеко от всех игроков телепортироваться, чтобы никто им не мешал. Эм, короче, нам нужно выставить что-то типа чувствительности. Но! Я сразу хочу вам сказать, если вы этот TARDIS блок, если вы эту коробку поставили где-то у своего дома, где развивались, обязательно сохраните ваши координаты. Смотрите, как это делается. Мы нажимаем сюда, потом нажимаем на любую кнопку, которую хотим сохранить, допустим, вот это. И заново вставляем штекер. Пусть это будет штекер, почему бы и нет. Правда, сейчас я сохранил не те координаты, то есть, не вот эти около озера, потому что я уже немного там покликал и все испортил. Поэтому, если вы только первый раз заходите, сразу сохраняйте. Это очень важно, иначе потом потеряетесь и не сможете вернуться. Мы выставляем чувствительность. Это рычаг слева. Давайте сделаем так, чтобы он у нас увеличивал чувствительность на самую последнюю стадию. Самая последняя стадия это по диагонали вот в эту сторону. Видите? Мы настолько сильно увеличили чувствительность, то что теперь телепортируемся на 65 тысяч Z. Поставив оранжевый квадратик обратно вправо, то есть, прям в упор право, у нас сбросится. Все абсолютно сбросилось, поэтому нам надо заново кликать. Давайте так и быть сделаем последнюю стадию, то есть, прям все по максимуму. И теперь мы можем еще раз все это настраивать вот этими рычагами. Например, мы хотим улететь еще дальше. Правой кнопкой мыши по вот этим верхним рычагам берут и добавляют Z-координаты. Ооо, нифига себе, 393 тысячи. Если же мы будем нажимать Shift, правая кнопка мыши, эти координаты будут уменьшаться. В итоге мы телепортируемся на минус 196 тысяч Z. Пипец. Ну, пусть будет, допустим, это. Мы сохранили Z, далее мы попробуем немножечко поменять X, снова меняем чувствительность, тыкаем, тыкаем, добавляем. 65 тысяч. Почему бы и нет? Вот этот радар показывает вам те координаты, на которые вы телепортируетесь. То есть не надо вот так постоянно бегать, ходить, проверять, тут Z-ки, бла-бла-бла. Мы просто нажимаем сюда, и вот у нас X 65 тысяч, Y, то есть высота 67, и Z минус 196 тысяч. Сразу добавлю, верхние рычаги у заднего блока можете даже не использовать, потому что вы просто берете, вытаскиваете вот эти штекеры, и таким образом ваш тардис будет появляться всегда на земле. Не будет такого, то что вы укажете 200-ую высоту, и появитесь в небе. Нет, просто вытаскиваем эти штекеры, и в итоге всегда будете появляться на земле. Но если вы вдруг захотели появиться в воздухе, то так и быть. Мы их обратно засовываем, потом ставим нужную нам высоту, так, 54, или 22, и в итоге мы будем появляться именно на той высоте, которая указана. Мне это не надо, вытаскиваем обратно. Все вот эти переключатели, которые подсвечиваются синим, нужны для того, чтобы наш тардис не взорвался в момент перехода по галактике, вселенной, миру, и так далее. Так что об этом я расскажу чуть-чуть попозже. В общем, выбрали мы координаты. Наконец-то мы вот такие молодцы. Можем переместиться, но самый главный рычаг по перемещению не работает. Почему? Потому что у нас включены предохранители. Да, представляете, вы такие подходите, нажимаете на этот рычаг, и все, жопа. Ну, то есть, вы начинаете перемещаться, а вам этого не надо было, потому что вы просто случайно нажали, и, опять же, жопа. Поэтому здесь есть предохранители. Они находятся с этой стороны. Вот этот рычажок, который тоже не будет нажиматься, потому что у него так же есть предохранитель. О, Господи, у всего есть. Поэтому мы переходим вот сюда. Наконец-то мы находим нужную кнопку. Сначала по ней кликаем, потом поднимаем рычаг. Видите, на этот раз получилось. И теперь, самое важное, мы смотрим на скорость. Какая у нас скорость Тардиса? Два из восьми. Это влияет на... самоуничтожение, можно сказать, этой коробки. То есть, чем выше у нас скорость, тем больше шанса на то, что мы не будем успевать чинить этот Тардис. Да, в момент телепортации нам нужно его чинить. Я покажу, как это делается. Смотрите, сейчас у нас скорость два из восьми. Это медленная скорость, и я, скорее всего, буду успевать, поэтому давайте мы немного повысим. Дергаем за вот этот рычаг. Как вы видите, шкала немножко повышается. Какая сейчас скорость? Четыре и девять. Вполне себе неплохо. Пойдет, сойдет. Ну что ж, мы теперь точно готовы. Да, кстати, сразу добавлю то, что если вы хотите телепортироваться куда-то вообще в рандомное место, вот настолько рандомное, что даже сами выбирать не хотите и что-то рандомно кликать, то нажимайте на эту кнопку и все рычаги выберут рандомное положение. То есть сейчас у нас, например, X 44, далее Z минус 130, а Y 105. Ну, нормально. Фу, немного страшно, но так и быть. Раз, два, три. Происходит неведомая фигня. Ой-ой-ой-ой, что ж такое-то, ё-моё, все взрывается. А тут-то как раз-таки приходит на помощь наша ручка. Нам нужно ходить, нам срочно нужно ходить и чинить Тардис. Смотрите, иногда появляются левые, ой-ой-ой, опять не успел, появляются вот такие левые штекеры, которые надо кликать. Вот-вот-вот-вот, здесь кликаем, черт не успел. Если мы не будем успевать, то рано или поздно Тардис, Тардис испортится и с ним все будет супер плохо. Я дико извиняюсь за то, что заплетаю языком. Мне нужно найти эти штекеры. Где же, где же, где же? А, нет, все! Представляете, у меня все получилось! Я всего лишь один штекер нажал! Но, тем не менее, так как расстояние было очень маленьким, у нас с Тардис ничего не произошло, но зато упали щиты. Обалдеть! Так у нас Тардис почти поломался! 69 из 1000! А-а-а, ё-моё! Еще бы немного и кранты. Как же хорошо, то что расстояние небольшое. Давайте посмотрим. За то, что я телепортировался, нажал немножко рычагов, всего лишь один, у нас немного поднялось экспириенса. Смотрите, 47 из 100. Уровень Тардис 1. Но, об этом опять же чуть-чуть попозже. Попробуем выйти. Нажимаем правую кнопку мыши. Написано то, что дверь завалена! Ооо! Это та самая проблема, о которой я говорил в начале. То есть, если у нас дверь будет завалена какими-то блоками, то, скорее всего, мы не сможем выйти. Как поменять сторону двери? Да с помощью вот этого рычага! А-а-а! Да ты что? Вы посмотрите! Наш блок получил настолько мощные повреждения, то, что всё, мы не можем здесь ничем управлять! Надо подождать, пока он восстановится! Не ставьте никогда скорость больше пяти, иначе вы просто не будете, как и я, успевать! Вот, 3,9! Можно, можно так и быть, 2,9! Зашибись! Ну чё? Починился? Нет, всё ещё чиниться! Спасибо за ожидание! Меняем сторону двери, но нам надо снова телепортироваться, чтобы эта дверь, ну, типа, поменялась местами! Давайте, так и быть, телепортируемся просто в другое место! Скорость на этот раз я поставлю чуть-чуть поменьше! Предохранители снимаем, активируем, машина, конечно же, запускается, и на этот раз я не буду тупить, я буду ходить и нажимать на все рычажки, которые будут появляться! Вот он, вот он, рычаг! Нормально! У нас, на самом деле, уже и звуки, я заметил, поменялись, следовательно, мы почти телепортировались, остаётся не так уж и много, и у меня больше ничего не взрывается! Ай-яй-яй! Всё-таки что-то рвануло! Главное, чтобы немного, как в предыдущий раз! Воу! Фух, это было страшно! Ненавижу этот звук, правда, я каждый раз его боюсь! Чем больше успешных нажатий, тем выше наш уровень Тардиса! Вот здесь надо кликнуть! Как же долго мы телепортируемся! Неужели у меня какие-то супер-пупер далёкие рандомные координаты? Эй! Это слишком далеко! Хватит! Три тысячи семьсот двадцать семь Z! Вы серьёзно? Но звуки наконец-то поменялись! И всё! Фух! Ну наконец-то! Где-то полторы-две минуты мы телепортировались! Попробуем выйти, посмотрим где мы! Опять дверь завалена! Ты издеваешься надо мной! Ладно, мы поменяем, ну например здесь проход пусть будет! Сейчас мы должны снова немножечко телепортироваться! Это конечно же будет намного быстрее! То есть я бы даже сказал моментально, потому что нам далеко никуда не нужно телепортироваться! Дверь просто поменяет сторону! Рычаги можно даже не проверять, потому что здесь ничего не рванёт! О! Нормально, нормально, нормально! Пожалуйста, мы выйдем! Ура! Получилось! Вау! И мы появились в пещере! Серьёзно! Вот чего-чего! А пещеры я точно не ожидал! Окей, заходим обратно! Именно так работают рандомные координаты! Вы никогда не знаете, куда попадёте! Но! Смотрите! Под Тардис можно спуститься! Ну то есть это всё Тардис, конечно! Но! Здесь снизу есть ещё блок управления! Например, мы можем передать право на управление Тардисом другому игроку! Сами прекрасно понимаете, я сейчас не в мультиплеере, поэтому показать не смогу! С другой стороны, мы можем прокачать эту полицейскую будку! Проверим, сколько у нас поинтов! А поинтов-то у нас ноль! Потому что мы не прокачали нифига левелов! Но я сразу объясню! Тут можно повысить энергию, можно повысить регенерацию энергии! Здесь, кстати, энергия используется не для того, чтобы телепортироваться, а опять же для того, для чего я расскажу чуть-чуть позже! Щиты! Для неумелых рук, типа меня, которые не могут нормально предотвратить взрывы! А также максимальное количество комнат! Помните, да, мы создавали комнат, их максимум можно сделать 30, но если мы прокачаем навык Max Rooms, будет сначала 40, потом 50, потом 60, и так далее! Так и быть, я хочу куда-нибудь телепортироваться, вот, на 300-400 блоков, дабы прокачаться до второго левела! Снимаем все предохранители, начинается перемещение, проверяем, какие-то кнопочки начали появляться! Нам надо нажимать по всему синему! Во! Отлично! Эммм, да, плохие новости, походу у меня все поломалось! Все верно, все верно, мы, по крайней мере, можем выйти, где это мы появимся? Оу-ля-ля! А мы-то появляемся где-то далеко! Наша коробка страдает! А вы что хотели? Живое существо, как-никак! Ей больно! Ведь мы ее ранили очень сильно! Тем не менее, у нас появился один поинт, который мы можем во что-то вложить! Допустим, щиты! Почему бы и нет? У нас спрашивают точно ли вы хотите это прокачать? Я говорю, да, точно хочу! Все, поинт мы потратили, теперь у нас щиты первого уровня, ну, можно сказать, второго. Теперь все восстанавливается немного быстрее, вот уже 415 щитов, 417, надо, конечно же, ждать, но зато быстрее. Так, проверим, энергия. Сколько у меня ее? 228. Из-за поломки почти все потеряли, но я все равно расскажу, зачем эта энергия нужна. Смотрите, добавляется такой блок под названием лаборатория. Его обязательно надо поставить на сундук, потому что у него нет никакого интерфейса. Мы на него нажимаем, он включается и выключается, это все, что он может. Ну, конечно же, мы его включим, а также, чтобы он работал, надо подсоединить хоппер, то есть воронку. В нее уже запихиваем даймонд и эндерперлу, или голд айнгод, или же айрон айнгод, то есть слитки. Попробуем сначала алмаз и эндерперла. Вот у нас вроде бы начался процесс, что-то делается, тратится энергия, вот как раз таки то, о чем я говорил, золото, то так же пойдет процесс, будет тратиться постепенная энергия, вот видите, 290, 270, 250, о, потратилось. У нас получается далеканиум слиток. Ну, а если мы засунем железо, то ничего не произойдет. Знаете почему? Потому что произойдет только тогда, когда этот тардис будет куда-то перемещаться. Здесь все действительно тяжелее, чем с алмазом или же золотом. Видите, ничего не происходит, энергия не тратится, она только восполняется. Да, поэтому если вы хотите переделать железный слиток, то обязательно запускайте тардис. Сейчас я этого, правда, сделать не могу, уж простите. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Хроносталь, знакомьтесь, она нужна, как и все эти слитки, для того, чтобы делать себе батареи. Эти батареи можно подключать также к лаборатории, в итоге у нас будет питаться энергия уже не отсюда, а отсюда. Вот видите, она, она работает, и она действительно делает энергию, по чуть-чуть, но делает. Можно сделать самую крутую батарейку, которая будет создавать энергии еще больше. Но, есть также те блоки, которые мы до этого встречали. Помните, гравити лифт. То есть, да, мы можем с помощью хроностали и далеканиум слитка создать новые такие лифты, разместить их где угодно, не только в комнатах, которые генерируются сами по себе. В общем, поставить так, чтобы было круто, как вы хотите. Вот эти все интерфейсы, кабеля и так далее, вам понадобятся только тогда, когда вы играете с другими модами. Я играю сейчас только с этим модом, следовательно, показать вам не смогу, уж простите. Перемещение в пространстве, создание своих собственных комнат, я показал. А на этом, в принципе, все. Больше мне и рассказывать-то нечего. Надеюсь, то, что вам понравился такой интересный мод. Вообще, на самом деле, он нестандартный. Это максимально нестандартный мод на телепортацию. Я не видел такого раньше. Хотя, этот мод, на самом деле, очень старый. Я его видел еще года 2-3 назад. Пипец. Но, тогда обзоры я забросил и не снимал их. А на этот раз сделал обзор, все замечательно. В общем, если вы здесь привык, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ошка и Тардис. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока.